Итак, друзья, добрый день. Это Российская Национальная Библиотека. Я говорю чуть громче, возможно, покажется, что я кричу, но микрофон делает в том, что у моего коллеги Игоря Соловьева, который сегодня выступит в прямом эфире по теме новолизации, очень интересный феномен. Я сейчас переключаю микрофон на него и видеокамеру, а я буду модерировать. Пожалуйста, задавайте вопросы, начинаем. Очень интересный эфир. Итак, Игорь Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что такое новолизация? Что это за феномен такой? Так, ну, честно говоря, как феномен, это что из себя представляет? Вот представьте такое выражение, как экранизация, то есть когда, допустим, берут литературное произведение и снимают по мотивам у него кино. Собственно, новолизация – это обратный по факту процесс, когда, допустим, снимался оригинальный фильм, и впоследствии, как сопутствующий продукт к выходу фильма, нанимался какой-нибудь писатель-автор, который на основе его оригинального сценария писал его литературную версию. Ну, вот как примеры, что могу показать? Это, соответственно, допустим, «Чужой» Алана Дина Фостера. То есть на основе оригинального сценария вещь написанная. Соответственно, тот же самый, получается, «Терминатор». Вот. И, в принципе, сюда же можно спокойно отнести того же самого Индиану Джонса. Замечательно. Скажите, пожалуйста, Игорь, а вот эта новолизация, когда по фильму создается книга, она позволяет ответить на вопросы, которые зритель для себя не нашел в фильме? Да. Расскажите, пожалуйста, подробности. Ну, собственно, да, то есть как пример. У меня даже есть конкретный пример на эту тему. Ну, допустим, смотрите, то есть как это все могло выглядеть. То есть представим просто сценарий фильма. Чаще всего, как он разложен. То есть описано, что, допустим, делает конкретный персонаж. То есть персонаж там, допустим, входит в комнату, видит там другого персонажа, смотрит на него там пристально, начиная диалог. То есть сценарий так, допустим, это могло быть расписано. Соответственно, автору новолизации нужно зачастую расписать, как все это было. То есть там, допустим, персонаж, там входит в комнату, он там видит там стены, там обои, он там вспоминает там своего друга, собирается с мыслями, то есть надо все это как-то расписать, в принципе, логично, и зачастую могло быть такая проблема, что в сценарии могло, допустим, не быть каких-то сцен, или сцены, допустим, эти задумывались, но так, допустим, сняты не были, или были сняты, но в фильм не вошли, то есть по тем или иным причинам, то есть, ну, понятное дело, собственно, разные вещи бывают, и вот такой яркий был пример, это как раз-таки с фильмом о Джеймсе Бонде «Золотой глаз», то есть он снимался по собственному оригинальному сюжету, это не был роман Флеминга или какого-нибудь другого писателя, кто писал уже после смерти Флеминга, и как раз-таки, если кто фильм помнит, там был такой момент, что Бонд и Наталья в Санкт-Петербурге спасаются с бронепоезда, а после этого уже сцена показана, где они едут на машине по Кубе, то есть есть вот такая вот сюжетная нестыковка, и, соответственно, писатель Джон Гарднер, скажем так, который, наверное, после Флеминга будет второй писатель, известный, кто писал романы о Джеймсе Бонде, и, кстати, даже самое большое число, насколько я помню, их написал, ему дали задание написать новолизацию этого фильма, и он целую главу посвятил тому, как Бонд и Наталья выбираются из Санкт-Петербурга. Продолжение следует... То есть оригинальный киносценарий первого фильма об Индиана Джонсе, точнее его новолизацию, за авторством Кэмпбелла Блэка, вот это, кстати, первое его издание, попрошу обратить внимание, то есть на русском языке, вот здесь у нас, кстати, еще очень интересная идет суперобложка, Значит, это у нас художница Румянцева, вот как мы можем увидеть, вот, и самое, что интересно, то есть она делала именно оригинальный арт, то есть, видимо, на основе просмотра фильма она сделала вот калаш с кадрами. Зафиксируйте, пожалуйста, зрителей на месте, ага. Вот, то есть, потому что, честно говоря... То есть это так, как она восприняла вот этот фильм? Да, то есть она видно, что его внимательно смотрела, потому что, честно говоря, очень многие авторы могли художники рисовать вообще что-то не очень это понятное. То есть даже есть тут у нее, грубо говоря, разворот, где сцена открывания ковчега у нас показана. Вот, и как раз таки... В фильме-то не показано, что там внутри. А, там только сияние было, и то, что духи вылетают. Ну, даже вот с этого ракурса там в фильме не было такого даже. Да. Я точно помню. А она придумала, что вот так, да? Да, то есть здесь вот именно что интересно, потому что, в принципе, здесь особо придраться не к чему. То есть видно, что художница внимательно фильм изучала, чтобы это все перерисовать. И, значит, там была какая особенность. То есть дело все в том, что сценарий этого фильма был утвержден, но из-за того, что Спилберг и Лукас попали в опалу в Голливуде, то есть такими нерукопожатными персонами чуть не стали. Спилберг из-за того, что у него провалился фильм 1941 по кассовым сборам очень сильно, а Лукас из-за того, что затянул съемки фильма «Звездные войны. Империя наносит ответный удар», при этом, то есть превысив его бюджет. И, соответственно, фильм должен был выйти в 79-м году, из-за этого вышел в 80-м, из-за там многочисленных досъемок и прочих вещей. Им, значит, были поставлены тогда очень жесткие условия на, соответственно, охотников за потерянным ковчегом, что снимают они его, укладываются, значит, грубо говоря, в съемочный график. И, значит, не превышает ни в коем случае его бюджет, из-за чего, соответственно, Спилбергу пришлось какие-то сцены снимать, ну, буквально там вот с пяти дублей максимум. И, значит, так получилось, что по многим причинам, особенно то, что снимали в Тунисе, где вся съемочная группа страдала от местной еды, скажем так, у всех были проблемы большие с пищеварением, значит, никак не могли снять сцену, которая, соответственно, подразумевалась в сценарии, где Индиана Джонс должен был драться с арабом, который, значит, выходил именно с Ятаганом. Там должна была быть такая экшн-сцена. Из-за того, что никак не получалось ее снять, а из-за этого съемки тормозились, был придуман вот такой хитрый ход, что Джонс его просто застрелил. То есть такой даже, кстати, можно сказать, нестандартный, но получился он чисто случайно. Собственно, в новолизации он есть, или, например, была такая вот особенность, что, допустим, как Джонс пробрался на немецкую подводную лодку. То есть в фильме это совершенно не показано. То есть показано, что он на нее залез, и на этом все заканчивается. Например, в Лего-игре, то есть в Лего Индиана Джонс The Original Adventure, там немножечко с таким комизмом к этому отнеслись. Там Индиана Джонс доставал консервный нож. А, соответственно, в оригинале подразумевалось, что Джонс просто привязывал себя при помощи кнута к перископу. И надеялся, что лодка просто под воду не уйдет. Но из-за того, что нормально эту сцену просто снять не успели, она, соответственно, в фильмы не вошла. И вот этот вопрос меня, который с детства, в принципе, волновал. Вот. Допустим. Игорь, у нас тут вопрос. Парк юрского периода сюда не относится? Это тоже новелизация книг? Вот тут, кстати, мне кажется, чуть-чуть заблуждается человек с термином новелизация. Пожалуйста, ответьте на вопрос и поясните еще раз зрителям, что такое новелизация. То есть парк юрского периода к теме относится? Это тоже новелизация? Честно говоря, вот вопрос именно конкретно с ним я подробно не изучал. Но, насколько я помню, изначально это был оригинальный роман, который был экранизирован. Если я ничего не путаю. Как бы, ну я надеюсь, что я ничего не путаю. Значит, это не новелизация? Да, то есть это, скорее всего, больше экранизация. Потому что, насколько я знаю, писал этот сценарий, то есть если я точно, правда, автора я уже сейчас не помню, но, соответственно, такой человек, который как раз-таки занимался и сценариями одновременно, и, соответственно, еще и как автор писал книги. Так что, скажем, все таком могут быть вариантом. Продолжайте, пожалуйста. Вот. И, значит, как бы, можно еще и третий вариант привести по поводу вот всех новелизаций, заодно сейчас это объяснить. То есть, допустим, вот, хорошо нам знакомый Алан Динфостер, которого я сегодня уже упоминал. То есть, знаменитый, в первую очередь, тем, что писал новелизации. Значит, у него большая проблема. Вот. Дело все в том, что, когда снимали третью часть «Чужого», значит, с фильмом были куча проблем. То есть, отвергали сценарий один за другим. То есть, там, как минимум, было 9 сценариев нереализованных. Даже, грубо говоря, съемки начали делать под один сценарий, подготавливать. И в результате снимали даже по-другому. То есть, не могли найти режиссера. То есть, пришлось брать, грубо говоря, режиссера-клипмейкера. Это Дэвида Финчера. Вот. И, значит, просто продюсеры рассчитывали, что им легко будет управлять, чтобы он под их дудку плясал. Финчер, в принципе, к счастью, оказался человеком талантливым, отказался под их дудку плясать. И, значит, когда вот такой сценарий, который провели все, кому не лень, то есть, который там кучу раз переписывался, который всех там никому не подходил, значит, как бы, постеру, соответственно, не понравилось, как он там преподнесен. И он предложил, соответственно, в новолизацию внести кучу правок. Что давайте, соответственно, там немножечко все поменяем, чтобы, ну, больше логика была в самом повествовании. На что продюсеры отказались. И то есть, ну, пока своим, конечно, контрактным обязательством Фостер написал новолизацию третьего Чужого. Но сказал, что больше за это дело он не возьмется. И, допустим, «Чужое 4. Воскрешение» писал уже другой автор новолизацию. И Фостер к теме «Чужих» вернулся только с «Чужим заветом», когда уже опять Редли Скотт начал снимать эти фильмы. И вот он его новолизацию написал, и более того, сделал к нему литературный приквел «Чужой завет. Начало». То есть, если не ошибаюсь, в 18-19 годах вот эти книги на русском языке издавал АСТ. Так там финализация этой истории была? А, там же это, с чего все началось? Да, 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 да. Очень интересный фильм, кстати. Вот. И, например, что я могу сказать? То есть, значит, многие просто знают, что, допустим, у «Чужих» всех, как бы, вот этих фильмов было по несколько версий. Ну, особенно, конечно, это «Чужие» Джеймса Камеровна там была режиссерская, специальная версия и так далее. И в 2003 году, соответственно, когда их на DVD выпускали, выпускали их так называемые специальные версии. То есть, там, где приглашали самих режиссеров, чтобы они над этим поработали. Финчер, конечно, отказался участвовать, но, соответственно, в третьем фильме, если смотреть его специальную версию 2003 года, очень многие моменты, которые задумывал именно Финчер, то есть сцены, как он их видел и как он их снял, это все вставили. И самое главное, что в новолизации третьего фильма это все, в принципе, и есть. То есть, он будет близкий более к специальной версии 2003 года. То есть, были, соответственно, и случаи очень интересные в плане новолизации. То есть, что я уже, соответственно, показывал, это с Рэмбо. Да, расскажите тем зрителям, которые не посмотрели в ролик. Значит, там была... В чем особенность? Так, это сейчас... Вот. Дело все в том, что, значит, такой писатель у нас получается, как Дэвид Моррел. Вот, пожалуйста, соответственно, его имя. В 1972 году пишет роман «Первая кровь». То есть, тогда ему, насколько я не ошибаюсь, было 29 лет, это был его первый роман. Значит, роман становится популярным, покупает, значит, права на его новолизацию. Вот здесь, кстати, сносочка есть, что, значит, роман назывался, соответственно, «Первая кровь». То есть, тут все-таки, надо признаться, издатели поступили честно, сделали эту пометку. То есть, название Рэмбо здесь чисто хайповое, поскольку в советском кинотеатре в 91-м году, в советском, точнее, кинопрокате его показали, этот фильм. Ну, именно первую часть. И в 82-м году делают его экранизацию, где, соответственно, роман, смысл его очень сильно исказили, потому что... Кстати, обложка, она соответствует даже первой части, и это все-таки из последующих частей. Ну, скорее всего, я так подозреваю, что это из последующих частей. Да, потому что, по-моему, не совсем он так. Ну, не совсем так, но там был момент, где в фильме, где Рэмбо грабит оружейный магазин и как раз на себя вот берет там пулемет с этими, с лентами в самом конце фильма. Вот, так что, скорее всего, на что-то такое они намекали. Игорь, скажите, а вот сюжет книги, он отличается от фильма «Рэмбо. Первая кровь»? Сильно? Сильно. Сильно? А в чем именно? Значит, смотрите, там какая была особенность. То есть, по задумке, соответственно, Моррелла оригинальной, «Рэмбо» — это ветеран вьетнамской войны. То есть, получается, у нас как раз-таки зеленый берет, значит, то есть, элитное подразделение армии США, и он единственный, кто выжил из своего отряда. При этом он был в вьетнамском плену, где его там над ним пытались, издевались, и, значит, он, когда вернулся к мирной жизни, у него полностью сломана психика. То есть, у него есть достаточно сильные психические расстройства, он себя в мирной жизни найти не может. Из-за чего он просто, грубо говоря, стал бомжом. Ну, в прямом смысле этого слова. То есть, он ночует в спальном мешке на улице, он весь заросший, грязный, вонючий, соответственно, в каком-то рванье ходит, в трепье, что в фильме не было. И так получается, что он забретает в город, соответственно, где как раз-таки, этот, грубо говоря, полиции местной всей руководит шериф Тисол. Ветеран Корейской войны, что, кстати, подчеркнуто. В фильме даже, ну, на это был только маленький намек, что у него есть пурпурное сердце медали. И то это можно было заметить. Да, то есть, они оба ветераны. Вот, но при этом Рэмбо, то есть, такой неразговорчивый, нелюдимый, молчаливый. И, в принципе, Тисол его просто вывозит за территорию города. Притом, это не как один раз было в фильме, а именно несколько раз. И объясняет ему, что, значит, у нас, соответственно, есть достаточно суровый закон насчет бомжей. Вот, что можно из-за этого сесть в тюрьму. Значит, на что, как бы, Рэмбо все равно возвращается. То есть, там, значит, и потом Тислу это просто надоедает, он его арестовывает. То есть, Рэмбо еще судят, что очень важно в фильме. То есть, его в суд привозят. Ему, соответственно, забродяжничествуют 35 суток. Вот, и когда, значит, его... И при том, что полицейские над ним не издеваются. То есть, единственное, что сцену, которую можно как-то расценивать, как издевательство полиции, когда Рэмбо, значит, заявляет, что он там из зеленых беретов, ну, соответственно, полицейские ему не верят. А Рэмбо сам, как бы, кроме своего, там, и, соответственно, фамилии, грубо говоря, да, то есть, и то, что он из зеленых беретов, он больше, как бы, ничего не говорит. Он не пытается как-то ситуацию прояснить. И, в принципе, казалось бы, то есть, он сам нарывается на неприятности, потому что Тисел, как ветеран ветерана, мог бы его понять. Показал бы удостоверение. Да, то есть, а так он нет. Он ничего не проясняет. И тем более, соответственно, что полицейские над ним смеются, это вполне обоснованно, потому что он просто заросший грязный, вонючий бомж. В отличие от других ветеранов, которые не сномались психологически и перетерпели не меньше, да, унижение, лишение и трагедии. Ну, как вы знаете, да, был же такое понятие, как вьетнамский синдром, когда что именно большинство военнослужащих, кто служил во Вьетнаме, грубо говоря, американских, они именно погибли в мирное время, когда вернулись домой, потому что большинство из них просто покончилось жизненным убийством. И, значит, соответственно, что Рэмбо осудили, дали ему 35 суток. Ну, то есть, казалось бы, Рэмбо это, кстати, плюс был большой, потому что он-то хоть не под открытым небом, а, в принципе, мог бы там в тюрьме посидеть, где его бы там кормили, соответственно, и его помыли, понятное дело, его хотели побрить, потому что он весь потлатый, заросший с бородой, с волосами. Вот. И, значит, получается так, что в этот момент у Рэмбо Клин мозговой случается, когда его пытаются побрить бритвы, ему бороду сбрить. Значит, он вспоминает, как его пытали виткунговцы, он эту бритву выхватывает и убивает двух полицейских, которые выбрели. После чего полностью голый сбегает из полицейского участка, угоняет мотоцикл. В лесу он, насколько я помню, грабит браконьеров. То есть, ну, точнее, с ними больше договаривается, что, значит, они ему дадут вещи и ружье, а он за это отведет полицейских от них в другую сторону. Вот. И, соответственно, ну как, получается, двух полицейских Рэмбо уже убил. Тисел за ним начинает охоту, в результате чего, как бы, Рэмбо просто убивает всех полицейских. Вот. Чудом выживает только Тисел. При том, что Рэмбо вечно себя оправдывает, что вот они меня же там арестовали, вот у меня там не было другого выбора и так далее. То есть, он почти всю книгу ищет себе оправдание своих действий. Тем более, что у него был вариант перейти границу, то есть уйти в Мексику. Нет, он все равно вернулся. Он уже полицейских, которые сами от него бегали, он их все равно добил с особой жестокостью, что очень, как бы, важно. И, значит, соответственно, сам Тисел тогда вызывает капитана, то есть это не полковник, это именно капитан, который его тренировал, соответственно, как вот зеленого берета, как консультанта. Там уже подключает национальную гвардию к его поискам. Соответственно, Рэмбо что делает? То есть возвращается в город, пользуясь тем, что все его в лесу ищут, обходными этими путями. И там уже начинает откровенный террор, то есть он взрывает там здание полицейского участка, взрывает здание, соответственно, суда. То есть там уже гражданские лица-то могут пострадать. И шериф Тисел, который остался в городе, потому что ему, соответственно, капитан советовал выспаться, поскольку он все эти дни винил себя во всей ситуации и уже плохо держался на ногах, он понимает, что у него нет выбора. И, соответственно, он сходится с Рэмбо просто в дуэли, в которой оба, грубо говоря, не погибают. И Тисел с ценой собственной жизни останавливает просто вот этого разгулявшегося психопата. В фильме он по-другому выглядит. Да, в фильме он аккуратный, в фильме он добрый такой. То есть получается, что его полицейские ни за что арестовывают. То есть Тисел, который по факту, то есть в оригинальном романе Рэмбо именно антигерой, а именно положительный персонаж как раз-таки шериф Тисел, показан каким-то уродом, который, соответственно, Рэмбо арестовывает мало того, что ни за что, так еще и, грубо говоря, не особо замечает, а кто у него там в полиции служит. А в полиции у него служат какие-то аморальные уроды, которые над бедным ветераном Вьетнама, именно по версии фильма, начинают издеваться, начинают его бить, короче, и так далее. Интересно, пишут, что меня не очень хорошо слышно, но вот скажу. Наверное, сейчас, если бы была похожая книга с героем Флойдом, например, то мы хронизацию еще поплеще бы увидели, где полиция, шерифы и сущие драконы. Я понял, спасибо. Скажите, а была ли новелизация Рэмбо 4? Самое, что интересно, то есть Рэмбо 4 была новелизация, она выходила в 2008 году, но ее, соответственно, писал уже, получается, не Дэвид Моррел, то есть там уже другой автор, потому что Моррел у нас писал именно новелизацию, то есть это, кстати, очень интересный случай, второй и третьей части, где уже решили, соответственно, Рэмбо делать оружием холодной войны, ну вот пропагандистской, то есть, как мы помним, в 83-м году президент США Рональд Реган тогдашний заявил, что СССР – империя зла, и, соответственно, если не ошибаюсь, в 3-м году президент США Рональд Реган тогдашний заявил, что СССР – империя зла, и, соответственно, этого Рэмбо не доверили. Может, он уже интерес потерял, может, соответственно, как бы, не знаю, может, ему не понравилась работа над второй и третьей частью, потому что там со сценарием тоже вот в второй части были большие проблемы, то есть изначально же его писал Джеймс Кэмерон, но, соответственно, Сталлоне он очень не нравился, потому что Сталлоне был и продюсером, и главным сценаристом он Кэмерона выгнал, все из его сценарий переписал, ну, видимо, подгоняя его под какие-то там, значит, правки, которые ему заказом сделали, Кэмерон вообще говорил, что, значит, от его авторской оригинальной идеи там ничего не осталось, и вообще от него, от того, что он писал, хотя по именно всем вот этим законам американским, поскольку нанимали это Кэмерона как сценариста, то есть его в титрах указали, и, соответственно, после вот именно этой досадности, так скажем, работы со вторым Рэмбо, Кэмерон отказался после этого снимать фильмы по мотивам, соответственно, других каких-то произведений, то есть он снимал, честно говоря, свои какие-то оригинальные авторские фильмы, то есть когда его, допустим, звали работать на третьем чужим, он отказался, только именно сославшись на это. А там, насколько я помню, ну, во-первых, собственно, здесь есть какая-то особенность, то есть там же, в принципе, изнанка идет вот эта американская действительность, это в оригинальном романе, что очень было важно, а, соответственно, в, допустим, как бы «И с ними они такое», ну вот, то есть это, конечно, бы большой критике фильм подвергся, а он все-таки рассчитывался как коммерческий хит, тем более, что книга, так скажем, стала бестселлером, поэтому очень большие правки сделали, тем более, опять же, не забываем, что Сильвестр Сталлоне главный сценарист, тем более, что Сталлоне, между прочим, сценарии доверяли достаточно сильно, он же снял тогда, получается, фильм «Рокки», ну, точнее, снялся, то есть он там и сценарист, и исполнитель главной роли, и, соответственно, после этого ему, конечно, сценарии доверяли активно, вот, хотя Сталлоне сам был очень первым в «Рэмбо» недоволен, и там даже очень многие сцены удаляли, там же был альтернативный финал, где «Рэмбо» в конце погиб, все-таки полковник его застрелил, ну, как, грубо говоря, было близко к оригиналу, но, видимо, тестовой группе такой финал не понравился, там же, понятное дело, что прежде чем фильм, как бы, в кинотеатре запускают прокат, какую-то его рабочую версию показывают тестовой группе, смотрят результаты, соответственно, тестовых вот этих зрителей, то есть реакцию их. Значит, если им там, допустим, что-то не нравится, у них есть какие-то замечания, или там, допустим, их финал не устраивает, какие-то сцены, или, допустим, хорошо было бы такие сцены добавить, что-то могли переснять. Тут пользователь пишет зрителю, видимо, создатели фильма побоялись воплощать некоторые смены идей Моровы. Да, так, наверное, и было. Вот, а дальше, собственно, что? То есть Морову предлагают, как бы, деньги уже там за новолизацию, тем более, что, ну, тоже хорошее подспорье. Вот, он и пишет, что ему, как бы, в этом вопросе мешало. И что я еще хотел сказать? То есть, допустим, потом уже, кстати, это уже немножечко забегая вперед, просто я хотел, правда, попозже сказать, была такая особенность, то, что, значит, у нас, соответственно, когда пошла популярность вот этих кинороманов, начиная с 91-го года, когда их стали массово выпускать, ну, приму, что это американские были фильмы, значит, то у нас... Сейчас, говоря, что-то фонит. Попробуем отключить вот этот микрофон и попробуем на встроенный в телефоне микрофон. Друзья, пожалуйста, скажите, как нас слышно? Продолжайте, пожалуйста. Да-да-да, все нормально слышно. Так вот, значит, в чем была особенность? То есть, в начале 90-х годов, то есть, больше, конечно, это касалось их первой половины, то есть, где-то вот так, 92-94, это самый пик был, значит, могли, соответственно, и какие-то произведения писать наши авторы. Вот, и, значит, есть такая вот, мне, соответственно, Виктория Гришанова, читательница нашей библиотеки, скинула вот такое интересное, получается, изображение. Давайте, да, видно. Так, чуть-чуть покрутите. Стоп-стоп-стоп, медленнее. Так, сейчас увеличу. Нет, к сожалению, плохо видно. Давайте я попробую показать. Сейчас я покажу. А, ну тут сейчас галерея включилась. А, ну вот, вот, четыре романа Рэмбо. В одной книге. Кажется, вот так. Ага, держите. Там, значит, в чем была особенность? То есть, есть, соответственно, по содержанию, то есть, получается, первая кровь, то есть, оригинальный роман Моррелла, и при этом под оригинальным названием, это, кстати, большая редкость. Вот, потом, соответственно, какой-то другой роман Моррелла, то есть, первая истина Будды. То есть, вполне возможно, даже с Рэмбо не связанной. То есть, наверняка, говорить не буду, но, скорее всего, так и было. И, видимо, от, либо, как у нашего автора, либо, может, там, я не знаю, от американского, потому что Рэмбо все-таки был медиафраншизой. По мотивам него выпускали видеоигры, и даже был мультсериал про Рэмбо. Так что там, я не удивлюсь, что, может, что-то еще писали. То есть, таких два романа. Рэмбо на Сонг-Бо, и, соответственно, Рэмбо под солнцем Кивира. И есть, соответственно, вот аннотация одного из них. У Джона Рэмбо новая миссия освободить брата своего друга Ральфа Перри. Джеймс Перри похищен тайным обществом людей-крокодилов, которые требуют за него от синдиката выкуп алмазами и угрожают ритуальными убийствами, если их требования не будут выполнены. А, соответственно, на книжных полках можно было найти тоже под одной обложкой романы Рэмбо 4, 5, 6. То есть, был, допустим, Рэмбо 1, 3, то есть, оригинальное произведение Муррелла, ну, точнее, как роман Первой Кровь и новолитации второй трех счастья. А можно было и такое чудо найти. То есть, что там точно, ну, поскольку, как бы, я только знаю, что они существовали, то есть, они мне лично не доставались. На 100% не скажу. То ли могли быть какие-то рассказы действительно от западных авторов, то ли, ну, скорее всего, в 90% случаев предполагают, что это были именно эти самые как раз-таки произведения наших авторов под иностранными псевдонимами. Потому что в начале 90-х, то есть, то, что, соответственно, иностранный автор, это очень хорошо покупалось. Значит, и вот могу рассказать про, ну, если мы про Бонда чуть-чуть поговорим, давайте, давайте, интересно. про уникальный, соответственно, такой случай. То есть, вот это Ян Племинг, соответственно, у нас получается, операция Шаровая Молния, либо просто Шаровая Молния, либо Операция Гром, либо Операция Удара Грома, ну, смотря от перевода она могла под такими названиями попадаться. И, соответственно, вот в чем есть ее главная особенность. Значит, у нас получается так, что где-то, ну, я точно не скажу, год, по-моему, был только 59-60-й год, значит, Флеминг, он... поучаствовать, скажем так, снять, точнее, фильм про Бонда, но который бы основывался не на его романе, а на оригинальном киносценарии. И, соответственно, то есть, по слухам, по слухам, это подчеркиваю, режиссером этого фильма даже должен был быть Альфред Хичкок. И Флеминг согласился, но единственное, что сказал, что я не сценарист. Ну, у него действительно сценар... скажем так, сценарного опыта никакого не было как сценариста. Можно так сказать, то есть, он участвовал только в такой телеэкранизации казино-рояля американской 1954 года, которая снималась для телевидения в рамках проекта Кульминация. Там буквально часовая экранизация, то есть, в рамках одной такой, можно сказать, телесерии, вот, где он там как бы сценарий вроде как писал. И ему, соответственно, в помощь дает Кевина Маклори, который профессиональный сценарист, и они, значит, пишут сценарий. Но так получается, что съемки фильма, они отменились. Ну, типичное, так скажем, явление, то есть, могло такое вполне случиться. И из-за того, что, значит, съемки, как бы, отменились, Флеминг вот эти все наработки, то есть, вот этот сценарий взял и переработал в роман, соответственно, «Шаровая молния». На что, соответственно, Маклори подал на него в суд, то есть, и Флеминг все-таки, так, чтобы, значит, иск отозвал, соответственно, Маклори, договорился, что, значит, Маклори тоже имеет права на, как раз-таки, эту книгу. То есть, что потом аукнулось аж в 83-м году, когда Маклори уговорил Шона Коннери и снял «Никогда не говори никогда», то есть, фильм о Джеймсе Бонде. Кстати, первый фильм о Бонде, попавший еще в советский кинопрокат, по причине того, что это был разовый фильм и, то есть, видимо, проще просто было договориться о его прокате, чем о целой линейке от Ион Продакшена и на этот артист. Вот. Значит, и здесь, кстати, есть один очень важный аспект, то есть, раз, может, так по холодную войну упомянули, что все-таки племен, как ни странно, при всем при том, то есть, если до этого в романах своих бонд в основном сражался с, соответственно, с советской такой организацией СМЭКш, то есть, с Мер-шпионом, вот, который командовал генерал грубозабойщиков, то есть, племен очень любил такие говорящие имена и фамилии своих персонажей и, видимо, он рассчитывал, что русскоязычные читатели когда-нибудь будут это читать, поэтому он, скажу так, генерал и назвал, вот, тем более, что, оговорюсь, что Флеминг как раз-таки в 30-е годы перед войной был журналистом магиенства Рейтер и работал как раз-таки в СССР, то есть, в СССР даже он успел поездить, то есть, не только там Москве или Ленинграде, но и в других городах, вот, и он более-менее еще представлял хотя бы, о чем он пишет по отличию от большинства авторов. И здесь он, значит, занимается вот международным терроризмом во главе, соответственно, с Блофельдом. И так называемая была первая книга трилогии Блофельда. Значит, что интересно, то есть, так называемая вторая книга этой трилогии, то есть, на секретной службе величества, который сдавался уже в 63-м году, тут уже, соответственно, он делался после экранизации доктора Но с Шоном Коннери. И есть какие очень важные аспекты. Дело все в том, что Шон Коннери очень сильно ругался на съемках с Флемингом. Флеминг тогда еще был жив. Снимали тем более на Ямайке, где у него, соответственно, вот его был этот самый дом, вот этот золотой глаз легендарный, который сейчас как отель функционирует. И, значит, как бы, Коннери считал, что у Бонда должно быть такое желчное черное чувство юмора. Ну, как у человека, соответственно, его профессии. То есть, он же один с двумя нулями, то есть, получается, что, в принципе, с лицензией на убийство. Да, с лицензией на убийство, как подается. Вот. И, как, соответственно, у, допустим, каких-нибудь врачей, там, сотрудников морга и так далее. Обычно есть вот такой специфичный черный юмор, как защита их психики. Также, соответственно, Коннери был убежден, что такое же чувство юмора должно было быть у Бонда. И Теренс Янкова активно поддерживал. То есть, Флемингу эта идея, конечно, не нравилась. Вот. Он, на самом деле, юмор. здесь есть достаточно одна очень интересная сцена в геральдической палате, которая, к сожалению, в экранизацию не вошла. Также еще был какой-то важный момент. Были некоторые отсылки на саму экранизацию Доктора Но. То есть, Бонн здесь носит роликс, при том, одну сцену он использует его как кастет. И самое, что интересно, то есть, на съемке Доктора Но Коннери пришел со своим собственным роликсом и отказался его снимать. То есть, это никакой не продукт-плейсмент был, которым славится Бондиана, когда реклама каких-нибудь продуктов вроде там того же Мартини, вроде там тех же самых Астон Мартинов и так далее. Вот. Нет, то есть, здесь так, честно говоря, случайно просто получилось. Но вот, что называется, Флеминг на этом акцентировал внимание. А также первую девушку Бонда, ну, если судить, соответственно, по экранизации Домино? Нет. И он продакшен. То есть, это как раз-таки Ханни Райдер, которую Урсу Ландерс сыграла. Есть такая отсылка. Дело все в том, что на Пикеглория в оригинальном романе, в отличие от фильма, то есть, не только находятся девушки, Бонд под видом Сэра Хиллари из героидической палаты и, соответственно, Люди Блоффель, да, там еще и гости присутствуют. И там, значит, всякие, соответственно, поскольку это горнолыжный курорт, тогда приезжают, соответственно, всякие богачи, аристократы, киноактеры и так далее. И Ирма Бунд показывает, соответственно, гостей Бонд и Гэд. Вот Сэр Хиллари, а у нас там вот такой миллионер, а это у нас там такой лорд, а это такой граф, а это знаменитая актриса Урсула Андерс. То есть, это такая вот отсылочка маленькая была. И также стоит отметить, что все-таки есть какие-то моменты, которые, к сожалению, в фильм не вошли. Ну, фильм, надо признаться, который Питер Хан снимал, там все-таки он в ущерб зрелищности некоторые интересные моменты упустил, в том числе вот яморную сцену в Геральдической палате. То, что Бонда, прежде чем отправлять под видом Геральдиста на Пиглория, заставили сдавать экзамены по Геральдике, где, соответственно, Мэри Гуднайт, секретарша Бонда, которая в первый раз появилась именно в этом романе, помогала ему, соответственно, все эти экзамены сдавать. Кстати, очень важный аспект, потому что до этого Бонд обычно в ранних, особенно, романах очень по, соответственно, сексистски, потребительски относился к женщинам и было небольшого, соответственно, мнения об их каких-то умственных возможностях. То есть он, наоборот, Мэри Гуднайт очень ценит. Вот. И самое, что важно, то есть во всех трех романах, где она появлялась, то есть операция, соответственно, получается у нас на секретной службе Ее Величества, живет только дважды «Человек с золотым пистолетом», то есть трех последних романов Флеминга, у Монна с ней не было сексуальных отношений. То есть они именно просто дружили, максимум, что было, это Флем. И при этом он очень сильно ценил Мэри Гуднайт, в том числе и ее умственные способности. Это очень подчеркнуто в романах. Ну, как я считаю, такой важный аспект. К сожалению, просто в экранизации «Человек с золотым пистолетом» Мэри Гуднайт сделали какую-то дуру, которой она никогда в книгах не была. Но, значит, и здесь еще была какая-то соответственно, интересная сцена. То есть в фильме, как мы помним, Блофельд сам рассказывает план Бонду, что он собирается сделать, то есть почему он девушек, соответственно, готовит к сельскому хозяйству, то есть к различным его аспектам. А в книге это было, конечно, сделано поинтереснее. То есть Бонду удалось сбежать с Пикагория, пока его не поймали, но уже раскусили. То есть ему удалось достать список имени всех девушек, то есть из каких они районов были в Великобритании, и удалось узнать, что одна девушка уехала к себе, то есть еще до его приезда. То есть в какой район. И он понимал, что здесь что-то нечисто, но не понимал, как. То есть он сбегает с Пикагории, связывается с М, соответственно, дает все ему списки. У М собирается, грубо говоря, такое срочное заседание издавод министра сельского хозяйства, который приходит и говорит, что а вот вы знаете, что из того района, куда вот девушка вернулась, которая вот уехала, значит там, которая должна была индюшками заниматься, то есть поголовно, соответственно, что-то вроде птичьего гриппа обнаружено у индюшек. И нам пришлось всех индюшек забить. И сейчас вот соответственно нашей промышленности приходится срочно закупать индюшек за границей. А представляете, что будет, если вот так все сельское хозяйство пострадает. И то есть план Блофельда становится ясен. То есть я, конечно, все сейчас очень кратко изложил. То есть у Флеминга это, конечно, интереснее написано. И то есть на бумаге оно хорошо, например, звучит. Но, допустим, в экранизации, то есть вот с чем мы как бы сталкиваемся, то есть там, конечно, это шло в ущерб динамики. И опять же растягивание хранометража. Поэтому там, конечно, логичное решение Плинини, что просто Блофельд Бонду сам рассказывает свой план, и Бонда просто ловит. А он уже потом сбегает с пихоглорией. Значит, собственно, как бы есть какое еще, допустим, культурное явление. То есть может быть оно такого плана, что у нас по каким-то популярным кинофраншизам, ну, скажем так, которые превращали целую медиафраншизу, то есть делались там по ним и видеоигры, и, соответственно, комиксы, и какие-нибудь романы. Это, например, вот вселенная чужих и хищника, которые еще в первый раз, соответственно, объединили, если не ошибаюсь, в 89-м году. То есть, грубо говоря, то, что нам во втором фильме про хищника показали, что на корабле хищников находится череп чужого, это такая, грубо говоря, была взаимная реклама самого фильма и первого комикса. Значит, и когда эти комиксы издательство Dark Horses Comics писало, уже позже, в 90-е годы, решили вот эти все комиксы, то есть, вот эти все сюжетные арки, именно сделать их новолизацией, то есть, литературной адаптацией, чем это интересно. И, значит, у нас вот появились вот такие, допустим, книги, то есть, из цикла там чужих хищников или чужого против хищника, допустим, то есть, разным писателям это доверяли делать, ну вот, сейчас примеры их просто покажу. Значит, у нас их действительно где-то с 96-го по 99-й год выпускало издательство Азбука, вот, обычно они старались по два романа в одну книгу запихнуть, и, значит, основным автором комиксов, как ни странно, у нас был, получается, Марк Верхайден, то есть, если кто смотрел Чужой против хищника Пола Андерсона, там, соответственно, был персонаж с фамилией, соответственно, Верхайден, это вот такая отсылка была на автора оригинальных комиксов. И, кстати, он даже поучаствовал в написании одного романа, то есть, литературной адаптации своего комикса. Значит, было два, допустим, романа про хищника, очень интересных, которые именно были адаптациями комикса. То есть, первый из них, это, получается, «Бетонные джунгли». «Бетонные джунгли», значит, он входил в состав вот такого издания «Добыча». Значит, там, в чем была особенность очень интересная. То есть, это был, по факту, комикс основан на черновом варианте второго фильма. То есть, ну, изначально, то есть, планировалось, что действие будет происходить в Нью-Йорке, а не в Лос-Анджелесе. То есть, снимали только в Лос-Анджелесе с целях экономии бюджета, потому что Голливуд близко, не надо, соответственно, комментарий, что вы очень круто погружены в предмет. Как раз-таки, именно вот эта идея и есть. То есть, можно посмотреть именно, что, скажем так, изначально хотели использовать во втором фильме, чем этот роман интересен. И, впоследствии, у него было свое собственное продолжение. Это, так скажем, уже вот такой был роман, как, получается, «Холодная война». То есть, чем он интересен, то, что он тоже был, по факту, литературной адаптацией комикса, вот, но при этом содержал какие отличия. Ну, значит, во-первых, хотелось бы начать с того, что, значит, у нас автором числятся, как некий Нейтан Арчер, то есть, обоих этих произведений. То есть, «Бетонные джунгли» и «Холодная война». То есть, на самом деле, это был американский автор, получается, Лоренс Уотт Эванс, который просто писал под стегонимом. О том, что «Холодная война» он писал именно в соавторстве с Марком Верхайденом, который, я уже, как упоминал, был автором оригинального конкурса. Вот. И, значит, в чем была особенность? То, что здесь корабль хищников, соответственно, потерпел аварию в Сибири во время зимы. Вот. И, значит, здесь, как бы, хищники уже просто не прилетели развлекаться и охотиться. Вот. А именно, им, так скажем, нужно срочно корабль свой починить. И рядом есть, соответственно, нефтедобывающий завод, в котором небольшой гарнизон находится, соответственно, российской армии, которыми, соответственно, командует лейтенант Легачева. То есть, она, по факту, главная героиня этой книги и есть. И хищники, соответственно, просто приходят, что называется, на базу, почти там всех убивают и просто ищут, что можно там использовать, чтобы починить свой корабль. Вот. И самое, что как бы интересно, то есть, оригинальный комикс 91-го года, он выходил в первом году, значит, он был достаточно клюквенный. Так называемое, вот это выражение клюквы, когда, значит, какие-нибудь западные авторы представляют себе русских и Россию. То есть, вот эти все мифы. Ну, вот типичный такой пример, это, конечно, фильм «Красная жара». Вот. То есть, многие, наверное, его там помнят, кокаином и прочие, соответственно, крылатые цитаты оттуда укропитулизм, хулиганы и так далее. И, значит, сам комикс, он, на самом деле, очень клюквенный был, как ни странно. Вот. При этом Легачева, она была по внешнему виду какая-то помесь Рипли со Шварценеггером из как раз-таки «Красной жары». Здесь же все-таки Легачева подчеркивается в книге, то есть, эти какие-то аспекты исправили. То есть, здесь уже действия не во времена СССР происходят, а все-таки уже во времена Российской Федерации, то есть, приблизительно в 97-м году. Вот. Значит, есть как бы политический аспект, очень интересно раскрыт. И, в принципе, скажем так, какой-то клюквенности попытались здесь избежать по максимуму. То есть, здесь ее, на самом деле, для вот такого западного произведения почти нет. Что я могу в плюс его записать. Также, соответственно, то, что у нас получается, также присутствует детектив Шефер, то есть, брат Дачи, еще раз напоминаю, как раз-таки из книги «Бетонные джунгли» он сюда тоже перекочевал. И есть такая особенность, что он хорошо знает русский язык. И как бы он как раз-таки с Легачевой общается, вот, и при этом приводит ей одно выражение, которое распространено в американском лексиконе, а Легачева его не понимает и переспрашивает. И, соответственно, Шефер на тот момент думает, а, соответственно, сейчас уже нет времени объяснять ей смысл выражения. И самое главное, что как бы нет времени искать аналогичное выражение в русском языке. То есть, даже вот такие лингвистические особенности, что называется, авторы учли, за что им как бы отдельное спасибо, потому что обычно про такие вещи и западных авторов мало кто пишет. У нас тут вопрос. Два вопроса по одной теме. Западные авторы как-то реагировали на наши публикации, на наши книги, на наличие книг, издаваемых у нас по их произведениям. Вопрос о копирайте. Так, ну, честно говоря, насколько я знаю, только два таких прецедента могу просто вспомнить. То есть, первое, это, конечно, было издательство Минск, которое с 94-го года решило ориентироваться на детей и стало выпускать именно книжки по мотивам каких-то мультфильмов или мультсериалов. То есть, у них там были книжки про черепашек-ниндзя, Мишигами, Трансформеров, соответственно, Охотников за привидениями и так далее. Вот черепашек-ниндзя, расскажите, не придумывали ли они что-то новое, свое, отсебятие? Как сказать, свое они придумывали. Единственное, что Минск, он не заморачивался обычно, то есть, там очень маленький процент книжек был на самом деле хорошим. Вообще, я имею в виду даже. То есть, если брать из вообще всех книжек, которые они по мультфильмам писали, кстати, одна из немногих книжек, где был действительно автор, указан, при том без псевдонима, это, соответственно, Кудрявцев, это книжки по трансформерам. Насколько я знаю, три книжки он написал. То есть, две точно могу вспомнить, это сверхоружие Скорпонога и Трансформеры и Космические кочевники. Вот, то есть, там хотя бы автор смотрел мультсериалы о трансформерах, которые показывались в 90-е, на шестом канале Санкт-Петербург, потому что сам автор был, насколько я знаю, Санкт-Петербурга. Вот, единственное, что он смотрел, понятное дело, там, американские и японские мультсериалы, у него там каша в голове была, как, собственно, у всех детей. Вот, там у него из разных, соответственно, сериалов и сезонов надерганы персонажи, но в целом он сам дух мультсериала уловил и, в принципе, написал, как я считаю, очень качественное, хорошее произведение. Черепашка Миндзя, к сожалению, так не повезло, потому что авторы зачастую даже ленились смотреть сам мультсериал, не говоря уже о комиксах, и, собственно, что они как бы делали. То есть, брали какой-нибудь сюжет какого-нибудь, допустим, фильма голливудского типа того же Парка Ювского периода, про который меня спрашивали, и писали какую-нибудь книжку Черепашки-Ниндзя и Чудовище, да, где там, допустим, сюжет Парка Ювского периода пересказывался, только в него вкрапливались сами черепашки. Притом авторы зачастую там путались в их именах, то есть не представили какие-то там черепашки и так далее. То есть там такого вот литературного треша, прямым языком выражаясь, было много. И вот когда Исман Элендри, то есть создатели оригинального комикса от студии «Мираж», который они с 84-го года выпускали, значит, это им все попало уже в 2000-е годы, то есть они увидели, что было куча книжек напечатанных. Понятное дело, что как бы большинство бы на самом деле таких вот авторов оригинальных, они бы, конечно, стали за такое дело судиться, несомненно. Но, как ни странно, Лендри и Исман оказались такими все-таки людьми понимающими, они просто над этим посмеялись и успокоились. Кстати, вот глава, насколько я знаю, издательство «Минск», он сейчас катается по России и Беларуси с лекциями вот по поводу этих книжек. Прокейс рассказывает этот, да? Да, то есть как это все издавалось, и даже можно в интернете с ним интервью поискать, кому интересно. Даже есть такая группа ВКонтакте «Черепашки-нидзя против зловещего духа 90-х», где в формате PDF все эти книжки выложены. Ну, такой вестерн, такой, дикая восточная Европа, да? Вот. И второй момент, когда я хотел просто на него обратить тоже внимание, это, значит, как бы так скажем, явление уникальное, потому что, собственно, вот такой вот неконтролируемый копирайт, он где-то до 94-го года и продолжался. Дальше в основном старались уже хотя бы по лицензии что-то печатать. Там тоже отдельная тема, но, значит, в 96-м году от, соответственно, Александра Тюрина и Александра Щеголева выходит вот такой роман «Доктор Джонс против Третьего Рейха». Где как бы вкратце собственными авторскими какими-то домыслами пересказывалась оригинальная трилогия об Индиану Джонсе. Вот. То есть в 96-м году это они выпустили. Значит, а в 2008-м году, когда вышла четвертая часть фильма об Индиану Джонсе, они это переиздали. То есть единственное, что там его отредактировано, то есть это второе издание дополненное и улучшенное. Вот. При том, то есть, как мы посмотрим, то есть название у нас «Доктор Джонс» именно против Третьего Рейха. Специально, чтобы их не засудили соответственно за вот как раз-таки авторские права. Что не Индиана, а доктора, да? Потому что Индиана Джонс это торговая марка. Тем более, что с Лукасом был как раз-таки прецедент в отечественной истории, когда в 92-м году первый канал «Останки», это тогда еще предтеча ОРТ, значит, хотели показать «Звездные войны», то есть «Новая надежда» фильм. Но как-то они это все с Лукас Филм не согласовали с его представителями и, соответственно, им был звонок значит, соответственно, от представителей Лукас Филм, которые заявили, что, значит, пускай они снимают этот фильм с эфира или, значит, у них будут серьезные правовые потом проблемы. И ОРТ, точнее, первый канал «Останкино», они, соответственно, за два часа до эфира этот фильм сняли. Ну, что называется, с эфира, вы же меняете с артологию. Вот, значит, и, как бы, то есть, поэтому, что называется так, судиться, как бы, никто не хотел. Тот комментарий. Игорь, вы молодец, грамотно охватываете произведения разных авторов. Авторов в итоге параллели между «Хищником» и «Рэмбо» тоже можно провести. Спасибо вам большое. Тут еще один вопрос. А новелизация первого и второго фильмов «Хищник» существует? Да, существует новелизация первого и второго фильма «Хищник». Притом, есть с ними какая-то интересная особенность. То есть, значит, второй «Хищник» у нас выходил и как минимум в двух изданиях. То есть, это самое первое издание 92-го года в составе зарубежный детектив «Фантастика». Ну, если вы посмотрите, «Рэмбо» выходил в этом же издании, просто у них постоянно что-то добавлялось. Сначала это был зарубежный детектив, потом зарубежный детектив «Фантастика». В конце он уже, соответственно, у нас был получать, сейчас даже покажу, зарубежный детектив «Фантастика-мистика». Точнее, зарубежный детектив «Мистика-фантастика». Немножко ошибся. Они уже вот так могли это все издавать. Добро. Значит, и как раз-таки была оригинальная новолизация Саймона Хоука. То есть, это такой писатель, который специализировался на новолизациях и фильмах, и точнее, произведениях по мотивам. Ну, то есть, как минимум, из того, что выходило на русском языке, это новолизация «Пятница 13-го», он за нее тоже отвечал. И, собственно, роман по вселенной Бэтмена «Бэтмен по следу спектра». То есть, это тоже Саймон Хоука выписал. При этом, самое что интересно, там даже упоминали события комикса Фрэнка Миллера «Бэтмен год первый» 1988 года. Недавно у нас этот комикс выходил несколько лет назад, насколько я знаю, на русском языке в первом лет издавался вполне официально. Игорь, скажите, а бывало такое, что кто-то из новолизации, из режиссеров брал идеи какие-то? Вот наши люди в России писали новолизацию, доходила эта идея, и они реализовывали это в последующих частях. Например, в «Хищнике» не было такого, когда они прилетели в Антарктиду? Да. Ну, честно говоря, я так скажу, что, скорее всего, так и не было, потому что вряд ли это доходило. Совпадение, наверное. Да, это как бы такое совпадение, ну, понятное дело, я как бы очень сильно сомневаюсь, что там что-то как бы доходило. Потому что, если бы как бы доходило, начались бы с издательством, которое-то издало просто судебные иски. Это было бы понятно. Идея, я сейчас скажу. Значит, было такое произведение от... Сейчас я его даже найду. У меня где-то тут он был... Вот так. Вот так. Ага. Вот. Значит, была такая книжка, вот по поводу, если хищника, мы сейчас говорим, была «Хищник 3», который написал некий Артур Кварий. То есть, Артур Кварий, это, соответственно, российский автор Иван Сервин. То есть, иногда он еще мог писать, соответственно, под псевдонимом Арч Стрэнта. То есть, он под двумя псевдонимами чаще всего писал. Вот. И, значит, здесь в чем как бы особенность была. То есть, обычно он занимался именно чисто новолизацией. Ну, то есть, скажем так, он писал произведения на основе просмотров фильма. Ну, зачастую, кстати, единственное, что надо отдать должное этому автору. То есть, конечно, тут понятное дело, что на вкус и цвет, как говорится, то есть, допустим, Павел Гриньок, известный как Киноман, популярный блогер, который делал проект «Один день детства», он, допустим, писанина Сербина очень сильно недоволен. Вот. И критиковал его за какие-то там авторские додумки. Значит, мне наоборот как раз-таки произведения Ивана Сербина нравятся. И он, ну, как бы, писал, допустим, вот у нас и «Кошмар на улице Вязов», пожалуйста, и «Команда новолизации» он писал, притом она, кстати, больше мне, чем фильм даже понравилась. Вот. Писал «Робокопа». Сейчас я даже покажу. Вот. Притом «Робокопа» тоже, я считаю, очень хорошо написал первого. Вот. И написал, значит, он тогда увлекся так, что написал «Хищник 3», то есть собственное свое произведение как раз-таки по этим, господи, получается, ну, как бы собственный роман в рамках вот этой киновселенной. При этом есть даже один такой маленький наглядный момент, что, значит, Иван Сербин у нас вдохновлялся как раз-таки именно новолизацией «Хищник 2» Саймона Коука, где у Саймона Коука была такая авторская идея оригинальная, что земная атмосфера для хищника слабо ядовита. То есть он долго все равно этим воздухом дышать не сможет. Поэтому он из-за чего маску и носит, соответственно, с респиратором. И здесь об этом, соответственно, Сербин тоже намекал. И вот здесь у него именно хищник объявился в Антарктизе, где начинает, значит, потихонечку охотиться на полярников. Ну, чтобы, как бы, так скажем, такое нестандартное место, поскольку на планете хищников очень сильно обеспокоены тем, что, значит, охоты начинают терпеть неудачу, что, значит, сами охотники становятся жертвами. Потому что, ну, то есть подряд за достаточно небольшой промежуток времени, соответственно, что у нас Алана Шефердач убил хищника в 87-м году, что, соответственно, в 97-м году, ну, в данном случае вот здесь, в 95-м, именно в этой новолизации, поскольку все-таки она имела расхождение с фильмом, Майкл Херриган убил тоже хищника. Вот. И, соответственно, как последнюю такую тестовую охоту, чтобы, значит, объявить территорию, так скажем, эту опасной зоной для охоты, отправляют, как раз таки, где действия происходят в Антарктиде. Вот. Но при этом стоит, как бы, говориться, что, как раз таки, вдохновлялся Пол Андерсон такими произведениями, как «Холодная война», ну, и комиксами, и, соответственно, его адаптацией. Соответственно, вот такой, именно, произведением, как «Добыча» Стивом Перри и «Стефани Перри», то есть «Отцом и дочерью» написанные, ну, вот, где как раз таки, именно, было описано, как, значит, как раз таки, у нас получается, значит, Ичика Нагучи, некая, объединяется вместе с хищником против чужих, что у нас было в фильме. То есть идея этого Андерса насчетка заинствовала. Игорь, скажите, а вот новелизация «Пятница 13» сильно отличается от фильмов? Вопрос задается. Честно говоря, я ее просто не читал пока, то есть я не могу вам ничего сказать, я только могу сказать, что она у нас выходила, сейчас я даже просто покажу вам издание в рамках серии «Бестселлеры Голливуда» совместно с «Дракулой». То есть тут был оригинальный роман «Дракула» «Брама Стокера» и «Пятница 13» «Соверного полка». Понятно. Вот такое издание. Ну что ж, у нас осталось две минуты до эфира. Давайте расскажем, что-то еще и о чем мы можем в будущем, в мае, у нас следующий эфир состоится, о чем мы могли бы рассказать нашим зрителям, нашим подписчикам TikTok-канала. Ну давайте тогда все-таки я упомяну такую, наверное, вещь, раз у меня время осталось, это новолизация именно видеоигр. То есть вот таких три произведения подготовил, то есть на сегодня. Значит, это «Колодец». То есть это была вот такая игра за «Дик». Здесь ее название оригинальное есть. Вот. То есть в чем была особенность, автором этой идеи этой книги был, точнее, идеей этой игры был Стивен Спилберг, который решил, что это будет пускательный фильм. Видеоигра обратился, соответственно, к Лукас Аркс. То есть как раз-таки в фильме своего друга Джорджа Лукаса. А те ему уже, соответственно, написали и сценарий, и ночной его сюжет, и как бы сделали саму игру. В 95-м году она выходила. Квест это был. Вот. А, соответственно, наняли хорошо нам известного Алана Дина Фостера, и он написал ее литературную адаптацию. И самое, что интересно, то есть в рамках серии «Геймбук» она у нас выходила в 97-м году. То есть можно с ней как бы ознакомиться, в принципе, хотя книга, на самом деле, достаточно редкая, но можно ее где-нибудь попытаться встретить. То есть, например, самое главное у нас в библиотеке, как вы видите, ее можно взять. Если вам уж хочется влечь на ее коллекцию, то, соответственно, что мешок авито и «Озон» там она может наносить. Игорь, а вот у меня вопрос. А по «Думу», например, главная новелизация? По «Думу»? Да, то есть было как минимум четыре книги про «Думу», и даже, насколько я знаю, две из них у нас выходили. Вот здесь даже есть, кстати, анонс одной из этих книг, то есть от Чета Уильсона, называется «Преисподняя». То есть она в рамках этой же серии, соответственно, книжно издавалась. Говорят, в дальнейшем можно продолжить тема новелизации, тема-то обширная. А вам даже вопросы, Игорь, не нужны. Вы говорите и говорите, настолько хорошо вы владеете предметом. Вот. Значит, следующее, что я могу привести как пример, это вот такая тоже интересная книга, это «Варкрафт. Повелитель кланов». То есть «От Крести Голда». И в чем особенность, что это, кстати, первое русское издание 2008 года от Абуды. Значит, в том, что в в 1998 году должна была выйти как раз-таки игра в жанре квест, которая, соответственно, рассказывала про, соответственно, вождя орков Триэля или Триэля, несмотря там от перевода. Вот. который у нас был одним из главных героев третьего «Варкрафта». То есть многие его наверняка помнят. Значит, и, собственно, делала как раз-таки эту игру по заказу Blizzard одна, соответственно, санкт-петербургская компания. То есть так получалось, что они делали эту игру, но когда игра уже, в принципе, была готова, там уже какая-то 0.99 там бета-версия была, игру отменили. То есть совсем только недавно с разрешения Blizzard один из разработчиков выложил прохождение вот этого прототипа, грубо говоря, то есть на YouTube. То есть можно хотя бы ознакомиться, что там было. И вот на основе этой отмененной игры написали литературную адаптацию. То есть как раз-таки вот она есть. Она даже, кстати, насколько я помню, в прошлом году, по-моему, даже переиздавалась. уже только другим книжным издательствам, этим мы по-моему. И последняя книга такая про новолизацию видеоигр, хотя это не совсем новолизация. Это у нас получается Джефф Ровин «Смертельный ритм». Это Mortal Kombat, да? Да, это Mortal Kombat. У нас, кстати, сегодня ролик по мотивам Mortal Kombat вышел на канал ТикТок. Да, да, да. Соб-зиро и Скорпион, да. И, кстати, здесь есть одна такая вот интересный момент, что это собственное произведение. То есть оно ни в коем случае, хотя оно и выходило в 95-м году в оригинале, у нас оно издавалось дважды от азбуки. То есть это первое издание 96-го года и была его допечатка 98-го года. И здесь, значит, что интересно, то есть у нас в библиотеке просто и то, и то есть, если что. Вот. Значит, что здесь автор свой оригинальный как бы сюжет сделал, в том числе рассказал и про великого Кунг Лао и то, как его убил Гора. И вот, что нам, соответственно, в комиксах, в самой игре и в фильме Пола Андерсона активно упоминалось. И, значит, рассказал, соответственно, уже про его потомка, то есть Кунг Лао нынешнего. Вот. И уже действие, соответственно, ну, грубо говоря, в современность переносит. То есть тут, как бы, книга на две части ровно разделена. Значит, и что самое интересное, то есть по поводу Саб-Зиро и Скорпиона. То есть изначально Джон Тобиас и Эд Бун в своей игре в 92-м году подразумевали, что Скорпионы Саб-Зиро были с одного клана. И что подразумевало, что, значит, один из них, по-моему, как раз таки, не помню, по-моему, как раз таки, Скорпион был беглецом. То есть они не могли подраться? Нет. То есть они могли подраться просто из-за чего? Потому что один из них был беглец, то есть он сбежал из своего клана Ниндзя, хотел свободное жение, а второй должен был его именно поймать. То есть они этот сюжет потом использовали для третьей части Мотор Комбата, где, соответственно, Саб-Зиро уже младше, то есть брат старшего Саб-Зиро, то есть Бихана, сбежал из клана Лин Куэй, китайского, наемных убийц, потому что его хотели сделать киборга. И за ним, соответственно, киборгов, то есть уже переделанных членов клана Лин Куэй, Септера и Сарекса отправили в погоню. Вот. То есть вот такой вот твист. И изначально они хотели сделать это еще в первой игре с Саб-Зиро и Скорпионом. Но это, кстати, бы объясняло, почему у них в первой игре, именно это и вообще там во всей трилогии, одинаковая одежда у Ниндзя. Потому что ради экономии, соответственно, железоаппаратного, соответственно, Даниэль Писсина, актер, который играл вот этих, соответственно, ниндзи разноцветных в первой и второй части игры, вот, там же это живые актеры были, которых просто оцифровывали. Вот. Он надевал на себя вот такой красный ниндзя костюм, а его потом там уже раскрашивали там во все разноцветные цвета. И то есть он играл и Скорпиона, и Саб-Зиро, и то есть это хотя бы объясняло, почему у них одинаковая одежда. От этой идеи, соответственно, отказались. Вот даже если мы, кстати, посмотрим фильм Пола Андерсона, то есть увидим, что все-таки забрал вот этих масок металлических, они, кстати, были с разными узорами. Ну вот, то есть чтобы их, видимо, как-то все-таки выделить уже и тогда хотели. Вот. И здесь именно вот этот сюжет, он и делается, что, соответственно, оригинально, ну скажем так, отец персонажа, который здесь именуется Скорпионом, он сбежал из собственного клана, чтобы обзавестись семьей, жить это, вольной жизнью. И его, соответственно, Саб-Зиро по заданию клана нашел и убил прямо на глазах у его сына. И сын поклялся отомстить. Потому что отец ему явился во сне и дал сверхспособности. Вот. И здесь, ну это, конечно, я очень утрирую, то есть я советую все-таки почитать с этим, ознакомиться при разведении, несомненно. Вот. И здесь, кстати, некоторые вот такие есть интересные вещи, которые, я как думаю, попали в экранизацию 21-го года, который только-только вышел в кинотеатр. То есть явно что-то отсюда заискивали, хотя очень бесталантово, потому что книжка, я боюсь, конечно, не всем поклонникам Монтер Комбата зайдет, поскольку она достаточно специфичная, и стоит понять, что канон Смерть Сельной Битвы как таковой он там из игры в игру переписывался, то есть они даже к какому-то консенсусу не могли прийти даже в оригинальные трилогии игр. И даже когда выходил в 16-м году Монтер Комбат Трилоджи, они, что называется, пытались все события как-то вдруг подругу подвести, переписывая биографии персонажей, переписывая вот, соответственно, эти теории, самую историю, чтобы как-то это более-менее сошлось. Так что то, что здесь будут какие-то расхождения, это, ну, что называется, неминуемо. Еще раз продолжим эту тему. Уважаемые зрители, спасибо вам за то, что были с нами. Игорь, спасибо вам большое за то, что так подробно, так доходчиво и со знанием дела нам это рассказали. Было очень интересно. Спасибо вам большое. До свидания. Удачи. До свидания. До свидания.